Утром 14 июля подписано соглашение, которого ждали больше 10 лет. Детали документа, по которому Иран, по сути, отказывается от своей ядерной программы, пока не разглашаются. Но СМИ узнали, что Тегеран предоставит инспекторам ООН доступ ко всем подозрительным объектам в стране, включая военные. Правда, такой доступ придется запрашивать, и власти Исламской Республики будут вправе оспорить требования в арбитраже. Что касается сроков, то Иран обязался выполнить все действия в рамках дорожной карты к середине октября 2015 года. По данным СМИ, МАГАТЭ должен будет подтвердить их выполнение к 15 декабря. А экономические санкции снимут одновременно с таким подтверждением. Страны отменят запреты и ограничения в сфере экономического сотрудничества. Это касается и инвестиций в нефтегазовую отрасль страны, и покупки Тегераном ряда технологий, и односторонние санкции Европейского Союза и США могут быть сняты к началу 2016 года. А вот с оружейным эмбарго придется подождать. Его отменят только через 5 лет, если, конечно, Иран будет соблюдать все требования. При этом Тегеран согласился на восстановление санкций в течение двух месяцев, если он нарушит договоренности. На этих новостях цены на нефть стали снижаться, продолжая тренд последних дней. Утром 14 июля сорт Brent подешевел почти на 2%, до 56 долларов и 60 центов за баррель. Но ближе к вечеру ситуация на рынке стабилизировалась, и цена поднялась выше 57,5 долларов. Эксперты считают, что нефть вскоре понимает, что баланс спроса и предложения нефти, на который Иран может повлиять, теперь фактически не определяет цену на рынке. В начале 2015 года стоимость черного золота уверенно росла, хотя избыток в 1,5 млн баррелей в сутки. Рынки все же решили в полной мере отыграть новости. Акции британской BP в Лондоне подешевели почти на процент. Royal Dutch Shell на 0,6%, французская Total на 0,4%. Снижение нефтяных цен повлияло на рубль. На открытие торгов он потерял к доллару почти 50 копеек, но за день практически отыграл это падение. Валюты других стран экспортеров нефти также дешевели. Норвежская крона потеряла к доллару 0,3%, а канадский доллар 0,4%. Власти Исламской Республики неоднократно заявляли, что в случае снятия санкций они смогут очень быстро вывести на рынок дополнительно около 1 млн баррелей нефти в сутки. Именно это ожидание бьет по рынку нефти. Но насколько реалистичны такие прогнозы? По запасам черного золота Иран на четвертом месте в мире, накануне 2012 года, когда ЕС ввел запрет на импорт нефти из Исламской Республики, страна добывала больше 3,5 млн баррелей в сутки, а экспортировала 2,3%. Ограничения ЕС в сочетании с жесткими санкциями со стороны США серьезно снизили эти объемы. Многие годы у Ирана не было доступа к современным технологиям. Коэффициент извлечения нефти в Исламской Республике существенно ниже, чем у соседнего Ирака. По данным СМИТ, Иран ведет переговоры об инвестициях с такими гигантами, как Шелл, Таталь и Эни. Но даже в случае успеха резкого старта, не по энергетическим исследованиям Ирана, с 2007 года Иран не вел разработку ни одного нового проекта. 60% нефти добывается на старых месторождениях, которые быстро истощаются. Многие скважины закрыты и вложения в разработку новых почти не делаются. В 2012 году от санкций против Тегерана Россия выиграла. Отечественный экспортный сорт Юрлс по характеристикам схож с иранским. В результате Россия фактически компенсировала Европе импорт из Исламской Республики. Однако к идее, что Иран может отыграть свои позиции на рынках, большинство экспертов относятся к этому России и Ирана. Отличные перспективы для сотрудничества. Еще в августе 2014 года страны подписали меморандум о взаимопонимании сроком на 5 лет. По нему Исламская Республика будет продавать России до полумиллиона баррелей нефти в сутки, а взамен получать потребительские товары, машины и оборудование, а также зерно. Кстати, уже сейчас Иран занимает третье место после Египта и Турции по объемам закупок российского зерна. В год он приобретает почти 2 миллиона тонн. В 2014 году товарооборот между двумя странами составил почти 2 миллиарда долларов. При этом Россия экспортировала в Иран в два раза активнее, чем импортировала. Но в этом году государства намерены нарастить объемы торговли на 15%. Подписание соглашения по ядерной программе и снятию санкций даст зеленый свет российским энергетическим компаниям, которые раньше откладывали крупные проекты в этой стране. А АвтоВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ, по данным СМИ, уже ведут переговоры об организации в стране своих сборочных производств.